Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо вам! Дорогие друзья! ДимаTorzok ДимаTorzok Дочь Тепей Казашка ДимаTorzok 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 Ярким свидетельством признания блестящей победы стало присуждение Розе Рымбаевой к гран-при знаменитого фестиваля, проходившего на одном из великолепных курортов болгарского побережья города Солнечного берега. После объявления результатов обладатель гран-при и лауреаты фестиваля возвращались к себе на родину уже известными не только в Советском Союзе, но и в странах социалистического лагеря от того времени, таких как Чехословакия, ГДР и другие. Всесоюзная слава к Розе Рымбаевой пришла именно через эту песню, именно на этом фестивале. Ее с замиранием сердца слушает все от мала до велика, она заучит сквозь времена и эпохи, вот уже многие десятилетия. Роза Рымбаева участвовала во многих крупных телевизионных конкурсах, таких как «С песней по жизни», «Песня года» и другие. Она была триумфатором-победителем во многих песенных фестивалях, таких как «Сопот» в Польше, «Гала 83» на Кубе и «Алтын микрофон» в Турции. Однако самым для нее незабываемым конкурсом был «Золотой орфей» в Болгарии. Это был самый первый крупный международный конкурс, который оставил неизгладимое впечатление на всю ее творческую жизнь и сделал ее знаменитой с песней «Алия». Нужно добавить одну существенную деталь. Роза Рымбаева представила песню «Алия» на конкурсе на родном казахском языке. Она исполнила песню так, что это было настолько убедительно и поразило всех своей яркостью, неповторимостью, своим мастерством, профессионализмом. Многие коллеги Розы Рымбаевой, представители других союзных республик отметили, что на конкурсах, где участвовала Роза Рымбаева, делать уже было нечего. Так говорит Наталья Мухамедова, в то время молодая конкурсантка, а сейчас уже народная артистка Узбекистана. Димаш продолжает традицию сильнейших певцов планеты, таких как Роза Рымбаева, Таркан и другие, исполняющие свои песни не на английском языке. И публика воспринимает эти песни с овациями и признанием. На днях французский фан-клуб пригласил Берлина Иришева, казахстанского экономиста и дипломата, доктора экономических наук, являющимся гражданином Франции, на встречу для обсуждения темы «Философия и глубинные тайны казахского языка» на примере песни «Дайди дал». Французских фанатов Димаша поражает магия казахского языка, которая в устах Димаша, потому что репертуар Димаша, обращенный к народному творчеству, глубоко затрагивает чувства, эмоции многих народов мира, которые до этого и не подозревали о таком большом позитивном потенциале казахского языка. И здесь речь идет не только о невероятно сказочном голосе Димаша, который уже получил всемирное признание, как один из лучших голосов в мире. Здесь речь идет о волнующей силе слов, которые он доносит до каждого, вызывая невероятное восприятие и превращение благодарного слушателя в фанатичного приверженца, как самого Димаша, так и языка, на котором Димаш ведет свои концерты, не прибегая к помощи конферанца. Талант Димаша признан на мировом уровне. Теперь на этот уровень выходит и его гениальность. Сочетание таких качеств происходит очень редко. Алга Димаш, пишет Берлин Иришев. Роза Рымбаева высочайший профессионал. Она говорит, что не поет под фонограмму и до сих пор распевается при помощи педагогов, работая с ними. Она считает, что голос должен иметь свою эластичность, ведь он может меняться с годами. Говорит так. «У меня же нет консерваторского образования. Могу сделать что-то неправильное и потеряю голос. Знаете, в молодости я не так серьезно относилась к этому вопросу. Казалось, что поможет микрофон. Но со временем хочется совершенствовать голос, чтобы он был крепким, ровно звучал во всех диапазонах, мог выдержать трехчасовой живой концерт». Имя Роза Рымбаева получила в честь певицы Розы Баглановой. Многих девочек называли этим прекрасным именем в 50-60-х годах, потому что Роза Багланова была не только прославленной певицей, в репертуар которой входили не только песни народов мира, классические и эстрадные произведения, но и она была символом победы Великой Отечественной войны, песни которой, исполняемые в составе бригады артистов, выступала перед бойцами Советской Армии прямо на передовой. Ее фронтовые концерты пользовались огромным успехом. Она пела песни и частушки из репертуара Лидии Руслановой. Пик ее популярности пришелся на 1960-е годы, когда она исполнила песню «Самара городок». Мы обязательно посвятим одну из передач нашей любимой Розе Баглановой, народной артистке СССР. В большой семье Розы Рымбаевой было 8 детей, среди которых она была средней из братьев и сестер. Семья имела небольшой достаток, ведь только папа работал, а зарплата железнодорожника была очень скромной. Роза Рымбаева ходила в школу-интернат. У Розы в семье музыкой занимались еще и братья. Старший брат оказал огромное влияние на выбор будущей профессии певицы. После школы юная Роза поступила в Театрально-художественный институт Алматы на факультет музыкально-драматической комедии. В 1975 году она впервые участвовала в конкурсе песни, посвященном 30-летию победы в Великой Отечественной войне. Своим сильным голосом она поразила всех сидящих в зале, в том числе и главного дирижера республиканского молодежно-эстрадного ансамбля «Гульдер» Таскын-Окапова, который впоследствии пригласил ее работать солисткой в ансамбль «Гульдер». Затем Роза Рымбаева по прошествии определенного количества времени стала солисткой этого музыкального коллектива под красивым названием «Гульдер», что значит «цветы». И Роза Рымбаева вышла замуж за Таскына-Окапова, у которых родились двое сыновей – Али Окапов и Мади Рымбаев. Наибольшая популярность певицы пришлась на 1977-1979 годы, когда она выходила в финалы фестиваля «Песня года», а в 1978-м даже была третьей среди лучших певиц СССР в хит-параде «Звуковая дорожка» сразу после Аллы Пугачевой и Софии Ротару. С 1979 года и по настоящее время Роза Рымбаева – солистка Республиканского концертного объединения «Казахконцерт». Одновременно с 1995 года совмещает работу преподавателя Казахской академии искусств имени Жургенова. Роза Рымбаева – герой труда Казахстана, народная артистка Казахской ССР, двукратный лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат государственной премии Казахстана. Роза Рымбаева считает, что в творчестве всегда есть конкуренция, поэтому она всегда активна, она всегда в творческом поиске. Она постоянно дает концерты. В 2012 году состоялось ее большое концертное турне по Японии, России, Турции и Белоруссии. Роза Рымбаева считает, что профессионалу не важно, где выступать. Концертов у Розы Рымбаевой очень много, как коммерческих, так и благотворительных. Она может петь как на больших стадионах, так и в больницах, интернатах, в районных центрах для сельского, в жилых микрорайонах для городского населения. И везде Роза Рымбаева старается выступать с местными оркестрами, будь то на стадионе или на сольном концерте. Артистка считает, что под фонограмму петь нельзя. Это обман, ведь зритель покупает билет. Отдельно необходимо сказать о феномене стиля Розы Рымбаевой. Она всегда оставалась прекрасной, немного недостигаемой, идеальной девушкой, с чьих губ никогда не сходила улыбка. У каждого из нас наверняка появится этот образ перед глазами, если кто-то заговорит о Розе Рымбаевой. Короткая объемная стрижка, аккуратное платье в сдержанном стиле. Уже много лет ее стиль не меняется, оставаясь залогом спокойствия, небольшим островком стабильности, что, наверное, и позволяет ей сохранять всенародную популярность и любовь уже в течение долгих лет. Все мои платья – это дополнение к той или иной песне, чтобы ее лучше представить. Я вижу себя со стороны, в первую очередь профессиональной актрисой, которая создает не просто песню, а образ. И в нем она должна раствориться, рассказывала Роза в интервью Esquire. Роза Рымбаева – прекрасная мама. Как мы уже говорили, у Розы Рымбаевой двое сыновей, оба музыканта. Али Окапов, старший сын Розы Рымбаевой, певец, композитор, прекрасный танцор, клипы которого постоянно транслируются на казахстанском телевидении. Месяц тому назад старший сын Розы Рымбаевой Али Окапов женился. Его невестка из Атырау, также музыкант. Она солистка музыкальной группы Асыл, Акьерке Буркетбайн. Мы поздравляем Розу Куанышевну с этим большим событием в ее жизни. Розу Куанышевну с Атырау Старший сын Али Окапов неравнодушен к творчеству своего коллеги, друга, гордости Казахстана Димаша Кудайбергена. Он прокомментировал отказ соотечественника Димаша Кудайбергена от гранд-финала шоу талантов на CBS The World Best в эфире программы «Ревью» на казахском языке. Свою точку зрения Али Окапов написал в Инстаграме. На шоу это был неожиданный поступок, так как я думал, что он в итоге победит. Если честно, в музыке нет возрастов, в музыке все равны, но он решил повести себя как человек, а не как музыкант. И в этом правды не меньше, чем в остальном. Это его выбор, и я думаю и надеюсь, что следующим шагом будет Евровидение. А еще Али Окапов добавил, что Димаш Кудайберген нашел своих слушателей в основном благодаря исполнению мировых кавер-версий, но не имеет собственных по-настоящему запоминающихся хитов. «Хочу, чтобы следующей победой Димаша был мировой хит», – сказал Али Окапов о Димаше, – чем вызвал шквал как позитивных, так и негативных реакций со стороны фанатов Димаша. И это обстоятельство является понятным. Наш канал периодически выдерживает такой же натиск со стороны фанатов Димаша, с различными комментариями на то или иное видео о Димаше Кудайбергене. Одна из подписчиков нашего канала «Мы в Сан-Франциско» под ником «Луч Света» написала «Не пугайтесь натиска Дирс, мы действительно такие, очень ревностно относимся к Димашу, не хотим никого ставить рядом». Сейчас вокруг личности Димаша складывается множество рассуждений, мнений, толков, ведь он своим творчеством поднимает ряд неразрешимых по сей день вопросов и даже проблем не только в казахстанском обществе, но и во всем мире. Мы еще не раз услышим мнения различных экспертов с разных областей науки, искусства, культуры о творчестве Димаша, но нам очень дорого мнения Розы Рымбаевой «Золотого голоса Казахстана» или, как ее еще называют, «Поющим соловьем Средней Азии». Димаш Клайбергенов, когда запел «Япурай» и некоторые казахские произведения на высоком уровне, там не остался ни один зритель равнодушный, потому что он покорил своей убедительностью, своей яркостью, самобытностью мелодии международной мировой жюри. Помните его песни, какие он пел песни на казахском? Он даже посадил фольклорный ансамбль, повез из Астаны, и был убедителен, и выиграл этот конкурс. Значит, надо певцу именно убеждать с первой секунды пения, пусть в своей национальной музыке, быть убедительным, интересным. Роза Рымбаева подчеркивает, что успех в творческом процессе не приходит только со стороны усердной работы над профессиональными качествами певца. Огромная часть успеха приходит со стороны репертуара певца. Большое значение имеет, станет ли песня, исполняемая певцом, хитом или нет. Например, Муслим Агамаев. Это имя у нас в первую очередь ассоциируется с его известными на весь мир песнями, сегодняшними хитами «Лучший город земли», «Чертово колесо», «Мелодия» и другие. Или же сама Роза Рымбаева. Ее имя мы ассоциируем прежде всего с песней «Алия». В своем интервью Роза Рымбаева в передаче «Давайте говорить» от 10 августа 2018 года отметила. Песни в советские годы для нас писались композиторами, которые нас любили. Учитывали наш диапазон, учитывали наш характер, нашу манеру. Поэтому они специально для нас писались. Как после нас можно повторить кому-то? Певец может петь, конечно, эту песню, но он должен что-то свое добавить, обновить, какой-то новый формат сделать. А повторить то же самое неинтересно. В этом мы видим не только профессиональную, но и гражданскую позицию семьи Рымбаевых. Они неравнодушны к таланту Димаша, казахстанскому самородку, гордости и достоянию Республики Казахстан. Они стараются помогать своим профессиональным, своим личностными советами Димашу. И как не поддержка коллег по цеху может быть так нужна сейчас Димашу, когда он формирует, определяет свой творческий путь в современной мировой культуре. Димаш понимает, что он не только несет в себе культуру миллионов, поклонников его таланта. Он является олицетворением, символом прекрасного, всего того, что поддерживает мир, красоту, добро. Эта миллионная публика отнюдь не только фанаты Димаша. Димаш своим творчеством формирует уже целое направление в современном обществе, которое характеризуется его музыкой, его философией, его пониманием мира. Мы бы хотели вспомнить еще один эпизод жизни Розы Рымбаевой. И этим самым усилить наше мнение о том, что великая певица, как и называет ее Димаш, настоящий гражданин своей родины, имеющий сильный характер, собственную профессиональную точку зрения в отношении современной индустрии и культуры, как в Казахстане, так и за ее пределами. На конкурсе «Славянский базар» 2018 года Роза Рымбаева была одним из членов жюри международного престижного конкурса исполнителей эстрадной песни. Она вступилась за Ернара Садербаева на пресс-конференции, подчеркнув высокий статус новоиспеченного профессионального певца из Казахстана, за победой которого стояла большая работа, когда конкурсант Ернар Садербаев шаг за шагом буквально постоянно находился в жесткой борьбе за победу с певцом из Румынии, победа которых была на равных, ведь они к победе пришли с одинаковым количеством баллов. Ее реакция была молниеносной. Слова журналиста у Розы Рымбаева вызвало возмущение, когда у Ернара Садербаева спросили, не боится ли он быть на родине всегда вторым после еще одного Ернара, подразумевался популярный в народе Ернар Айдар. Она, как член жюри этого популярного конкурса «Славянский базар» 2018, престиж которого достаточно высок в мировом пространстве, в числе победителей которых был и Димаш Кудайберген в 2015 году, она, как человек, имеющий множество государственных наград за неоценимый вклад в развитие музыкальной индустрии в Республике Казахстан, не сдержалась и попросила всех ни в коем случае не сравнивать этих двух артистов. Она сказала следующее. Ернар Айдар – певец, исполняющий песни на тоях. Он никогда не сможет, как Ернар Садербаев, продемонстрировать себя на международном уровне и показать высокую культуру Казахстана. Роза Рымбаева выразила этим самым не столько свою собственную позицию о шоу-бизнесе в Казахстане, о той певцах, целью которых является лишь зарабатывание денег, сколько взгляд той части высокообразованной, высококультурной казахстанской интеллигенции, которой относится и Бибигульту Легенова. Если вы помните, в передаче о казахстанском соловье Бибигульту Легеновой мы говорили о том, что она давала благословение перед поездкой Димаша на конкурс «Славянский базар-2015». Она сказала «У нас сплошь и рядом свадебные певцы и той исполнители, а Димаш – самый настоящий привет, с настоящим голосом, беспредельным диапазоном, то есть он очень интересен сам по себе». Такие, как Бибигульту Легенова, Роза Рымбаева, Димаш, Алио Капов и другие вырабатывают высокие ценности в культуре, творчестве, искусстве. Они формируют музыкальные и вкусовые предпочтения среди молодежи. Нужно сказать, что Роза Рымбаева является одним из основателей современной музыки в Казахстане и достойным продолжателем популяризации казахской народной музыки. Это была не просто народная музыка, это была музыка с инструментальной обработкой группы «Арай». Музыканты смело выпускали новые хиты, обрабатывая казахские народные мелодии с добавлением современных ноток. И все это, конечно, выше поднимало уровни Розы Рымбаевой как певицы. В то же время рос гигантскими шагами профессионализм музыкальной группы «Арай» в нынешнее «А-студио». Роза Рымбаева в интервью в различных телевизионных передачах говорила, как формировалась эта группа совместными усилиями ее мужа Тоскы Ноукапова и ей. Были приглашены известнейшие музыканты со всего Казахстана, высочайшие специалисты своего дела. Батырхан Шукенов – саксофон духовые, Байгали Серкибаев – клавишные, Владимир Миклошич – бас-гитара, Наджип Бельданов – вокал, Влад Сыздыков – гитара, Сагнай Абдулин – ударные. В 1987 году музыканты решили, что тесно в тени великой Розы Рымбаевой и начали самостоятельное плавание. Именно Алла Пугачева дала новое дыхание и предоставила новые пути развития, пригласив «Алма-А-студио» в Москву. Свой новый проект вначале был назван «Алма-А-студио», а затем «А-студио», который популярен по настоящее время. Из-под пера «А-студио» выходят такие песни, как «Джулия», «Солдат любви», «Нелюбимая», исполнение которых всегда вызывает интерес у молодежи, формирует музыкальные вкусы и предпочтения нынешней молодежи. И нужно подчеркнуть, что огромную роль в формировании как легендарной группы «А-студио», так и развития современной казахстанской культуры уже независимого Казахстана является именно Роза Рымбаева, народная артистка Казахской ССР. Казахстан